Микс Ньюс Добрый день, уважаемые дамы и господа. Итак, очередной круглый стол. И, как было сказано в анонсе, он посвящен прекраснейшему чувству любви. Обычно в этот момент мой коллега Вадим Родионов представлял меня, я и представлял его. Но, к сожалению, сегодня злобный вирус гриппа уложил моего коллегу Вадима Родионова с температурой в постель. И сегодня, так скажем, на его месте нахожусь я, Константин Рангс. Ну, поскольку мы надеялись, что у нас одним из гостей будет главный редактор службы новостей Микс Медиагрупп Наталья Михайлова, то теперь, поскольку нужно всё-таки как-то соблюсти баланс ведущих, она будет сегодня представляться в двух лицах. И как гость, и как мой коллега-соведущий. Я буду в пограничном состоянии. В пограничном состоянии. Мне тоже, Вадим меня тоже ставил в пограничное состояние, как геолога и ведущего. Так что это у нас, в принципе, традиционно. Сегодня мы, говоря о любви, о чувстве любви, о том, что это такое с точки зрения науки, социологии, с точки зрения искусства, мы обратимся к представителям, к экспертам самых разных направлений. Ну, а обсуждать мнение эти мы будем с нашими экспертами в студии. Это руководитель пиар-агентства Владислава Галкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Израильская писательница Мириам Залманович. Здравствуйте. Добрый день. Это физико-химик, представляющий в данном случае у нас науку, такое естественно научное направление, Дмитрий Бочаров. Добрый день. Ну и всё же представлю руководителя главного редактора службы новостей Микс Медиа Групп Наталью Михайловну. Здравствуйте. У всех у нас есть, мы люди взрослые, у всех у нас есть вот этот самый опыт переживания, опыт любви. И что самое интересное, что ведь о любви, которая, казалось бы, каждая, о ней уже всё сказано, как пелось в известной песне, и тем не менее, каждое новое поколение открывает что-то своё, и каждое поколение говорит о том, что любовь, она умирает. То есть, её хоронят постоянно, точно так же, как постоянно говорят о том, что молодёжь, она ужасна и совершенно не уважает старших. Сколько я помню, первые такие страдания были ещё четыре с половиной тысячи лет тому назад у древних египтян. Первые задокументированные. Первые задокументированные, очевидно. И вот для начала, как традиционно, такой прицепрос. Начнём, конечно, с дам. Lady Girl Frost. Что для вас чувство любви, Наташа? Вот с меня. Отдувайтесь. Такое чувство, ну вот ты сам сказал, что это чувство, но для меня это очень, скажем, чувство очень многогранное. То есть, понятно, что оно разное, в разные годы и с разным опытом. Мы набираем багаж, то есть, первая любовь совершенно отличается от той любви, которую мы можем испытывать в более зрелом возрасте. Но она всегда прекрасна. Ну, это если коротко так. Так, Мириам, вы как литератор, вот с вашей точки зрения. Ну, если как литератор, тогда, конечно, вдохновение. А вообще, это и пробуждение, и желание жить, и спокойствие тоже. Потому что, когда от любви, это не беспокойство. Ну, и зачем такая любовь? То есть, с вашей точки зрения, хорошая любовь – это спокойная такая, уверенная любовь. Ну, может быть, на первом этапе не очень спокойная, но потом, чтобы была уверенность, чтобы… Я уже даже представляю, с каким из экспертов вы будете солидарны. Так, Владислава. Ой, вы знаете, у меня чувство любви, оно с возрастом увеличивается. Вот я заметила, что оно так растёт, ширится и покрывает какие-то новые сферы, новые какие-то мои эмоции. Например, недавно я почувствовала любовь вселенной. Вот на самом деле, когда вот ты как-то вот в этот процесс какой-то вот мировой, эволюционный вовлечён, и вот эта вот отдача такая вот, вот это вот у меня недавнее такое. Ну, естественно, как для человека это потребность, ну, потребность любить и быть любимым, с одной стороны, с другой стороны, как для человека, который является, естественно, научником, это есть интересные объекты для исследования, и очень хочется понять, как оно работает, какие процессы заложены в основании любви, есть ли какие-то схожие процессы, например, у животных. Да, то есть, это прекрасное объективное исследование также. Вот сейчас самое интересное, что как раз для человека характерны несколько стадий любви, и наши эксперты об этом будут говорить. Но для начала ведь нужно отметить, что любовь, некоторые люди ведь не только ей восхищаются, но и относятся к этому с известной долей скептицизма. Вот сейчас хотелось бы попросить нашего звукорежиссёра Родиона Золотарёва поставить запись экспертного мнения известного всем нам игрока «Что, где, когда», обладателя бриллиантовой совы и трёх хрустальных сов Бориса Оскаровича Бурды. Он отметит сейчас и выскажет свою точку зрения, и не только свою, на то, что же такое любовь. Кстати, вот попросим сейчас и послушать этот отрывок. Существует три вида любви. Это сексуальное влечение, романтическая любовь и осознанная любовь. Хотелось бы получить у вас такое короткое, может быть, чём-то афористичное определение любви. Есть не очень короткое определение, есть его уже дали. Всемирная организация здравоохранения, как известно, внесла любовь в реестр заболеваний. Если ещё точнее, то его часть, которая посвящена психическим отклонениям. Есть такой пункт «Расстройство привычек и влечений». Раздел «Расстройство привычек и влечений» неуточнённые. Там рядом алкоголизм, супермания, клеткомания, но и любого чего удивительного. Смертные случаи редкость, слава богу. Международный код заболевания, на всякий случай, F63.9. Докторы, конечно, постараются вам помочь. А согласно исследованию мексиканских медиков, больше четырёх лет эта болезнь не длится. Сама проходит. Ну, а с другой стороны, может быть, какая-то положительная сторона, может быть, какое-то удовольствие-то от этого заболевания есть? Ну, от всех таких заболеваний сходство, как в старом анекдоте, когда оно проходит. В общем-то, удовольствия достаточно много от других смежных и не связанных с любовью вещей. Вообще говоря, Катаев как-то хорошо сказал в своё время, что оказалось, что совсем нетрудно продолжать любить вину очень долго. Любовь сохранилась, но перешла в некое другое чувство. Вообще говоря, всё, что относится к удовольствию, скорее относится не к любви, а именно к этим неким другим чувствам. А им название ещё никто не придумал, и это большая ошибка, поскольку они гораздо важнее этой самой любви с кодом F63.9. Вот смотрите, очень интересная вещь, мне кажется. Борис Оскарович обращает внимание на то, что любовь – это как бы вот эта первая вспышка. Оно же как бы ещё в других источниках называется чувством влюблённости. Да, это психологи так характеризуются. А вот дальше вот это чувство, которое остаётся потом и которое удерживает людей вместе на протяжении многих-многих-многих лет, вот это нечто другое, но оно как бы мало вызывает интереса и у людей творческих, и у тех же самых психологов. Получается, что-то вот такое есть, а что это такое? Вот, ну, как бы с первой фазы это понятно. Борис Бурда упомянул то, что любовь внесена в список вместе с алкоголизмом и прочее. Если мы посмотрим, то состояние влюблённости с гормональной точки зрения связано с резким повышением дофамина, адреналина, окситоцина. В принципе, эффект такой же, как если, например, вы приняли бы тяжёлые наркотики, например, морфий. Вещества были те же самые бы. И вот в таком состоянии психологика иногда у нас человек ходит, наверное, года полтора. То же, господин Бурда сказал, что есть четыре года первой фазы, есть разные научные теории, почему именно четыре. Вот есть достаточно распространенная версия, что-то связано с продолжительностью, когда человеческий детёнов способен дорасти до некоего самостоятельного состояния. Поэтому четыре года важно, чтобы пара, так как ребёнок требует очень большой заботы, держалась вместе, а потом уже как повезёт. И дальше, естественно, психологи проводят всякие исследования и видят, в зависимости от длительности отношений, как часто распадаются пары, на пике четвёртый год, восьмой год. Психологи знают, даже когда кризис придёт. Ну, вот так оно работает. Если мы говорим о любви взрослых людей, которые не заботятся о, так сказать, выращивании потомства. Ну, прошу прощения, Мириам, вы мне говорили, что это, наверное, не секрет, что вы в браке 26 лет, и у вас четверо детей. Есть такое дело. Есть такое дело. То есть, собственно говоря… Это заместимо с жизнью. Да, эти вот 26 лет – это же, так сказать, хороший срок, уже прошла серебряная свадьба, да, тут к следующим готовиться надо. Поэтому вот это… Вы же можете тогда сказать, как изменилось вот это чувство? Очевидно, об этом-то о чувстве и говорит Борис Роскович Бурда, когда говорит, что вот оно долгоиграющее вот нечто потом. Ну, что я имел в виду, Боря, мне трудно понять. Мы как бы дружим с семьями уже много лет, я прекрасно знаю его и его супругу, и у них очень трогательно-гармоничные отношения. Поэтому я думаю, что все равно, как бы то ни было, это любовь, даже если мы назовем это как-то иначе. Нет, ну, конечно, любовь может быть и к кошкам, и к природе, и к путешествию, и ко всему прочему. Та же это самая любовь или нет? Сложно сказать. Что происходит в браке, ну, с моей точки зрения, или так скажем, на моем опыте с годами, какая-то такая гормональная влюбленность, романтическая влюбленность, и что-то вот такое трансформируется в уважение, в заботу друг о друге, в дружбу, в доверие. И я думаю, что вот это такие ключевые слова для длительного брака – это дружба, доверие, надежность. Как вы думаете, это чувство, вот это долговременное, оно может быть воспитано, условно говоря, создано, сгенерировано, ну, так сказать, по своему желанию? Или оно, либо оно есть, либо его нет? Вот это принципиально очень важный момент. Вот я хочу тогда еще один вопрос задать. Я знаю, что в еврейской традиции браки гораздо более устойчивы, чем у других народов, очень часто. Чем это связано? О, ну, во-первых, я не взялась бы это подтверждать или опровергать, у меня нет такой статистики. Но действительно, построение брака, сохранение брака в еврейской традиции, этому действительно очень большое внимание уделяется, и все, что касается каких-то сторонних отношений. О, если мы тут зайдем, будем подходить к этому с точки зрения иудаизма, то мы тут очень… Ну, относятся к нему серьезнее, так, наверное, все-таки, судя по тому, что вы уже говорите. Но вплоть до того, что, например, еврейской традиции не принято замужней женщине находиться наедине с мужчиной, наединение в смысле… вне сексуального контекста, даже просто наедине в одном помещении, в одной комнате. То есть, и начиная от этого, и продолжая скромностью в поведении и в одежде. Ну, мы говорим сейчас об ортодоксальном иудаизме, и о том, что происходит каждый день и в любом месте. Отвечая на ваш вопрос о том, воспитывается ли это, или оно само вырастает, вот это вот доверие, дружба и так далее, которая, с моей точки зрения, однозначно воспитывается, холится, нежится, и вообще это большая работа. А вы как думаете, Владислав? Нет, ну если мы затронули такие уже исторические какие-то вещи, то, безусловно, семья, какая бы она ни была в плане религиозных направлений или национальных, она, конечно, должна какой-то вектор для крепкого супружства давать, наверное. Хоть это архаично звучит, но всё-таки так и есть, если тебя воспитывают родители, которые сами дожили до седин и уважают друг друга, и ты видишь пример, безусловно, это влияет на тебя как на личность, безусловно. Вот у меня, например, родители живут очень-очень давно уже, сколько они, 72-го года. Вот, и у них очень хорошие отношения, и на протяжении всего детства я тоже видела уважение, я видела, что им не скучно вместе, что они очень интересны друг другу, и, возможно, эта модель как-то, как-то мною тоже была перенята, правильно? Да, вот, потому что я тоже уже 17 лет. В браке. Вот, и вот какие-то, возможно, положительные вот эти вот модели я тоже взяла из своей семьи. Вот хотелось бы сейчас попросить нашего звукорежиссёра поставить нам запись, мнение о том, какие существуют виды любви, и о том, что вот эту долговременную любовь, как называют, как я понял, рассудочную любовь нужно воспитывать, руководителя брачного агентства от Анатолия Ивановича, оно так называется. Я хочу сказать, что если вы будете в Петербурге, то вот это портрет этого солидного мужчины и надписи «Брачное агентство» от Анатолия Ивановича вы увидите прямо на Невском проспекте, да? Это очень знаменитое брачное агентство. Анатолий Иванович Лтухов, он должен ответить на вопрос, какая вообще бывает любовь, и может ли она быть навсегда. А потом мы продолжим. Существует три вида любви. Это сексуальное влечение, романтическая любовь и осознанная любовь. Сексуальное влечение и романтическая любовь даны природой только для рождения ребёнка. Сексуальное влечение может быть ко многим много раз и на короткий срок. Романтическая любовь возникает только к одному в данный момент и на короткий срок. До рождения ребёнка или полтора-три года. Сексуальное влечение и романтическое любви участвует в основном лимбическая система мозга. Это то, что досталось нам от животных. А если мы хотим прожить любви до конца жизни, надо формировать, я акцентирую своё внимание на это слово, формировать осознанную любовь, которая формируется корой головного мозга, так называемым неокортексом. Можно ли сформировать осознанную любовь с любым человеком? Нет, нельзя. Необходимо соответствовать. Во-первых, человек должен пройти хотя бы первый этап. Это как минимум сексуальное влечение или романтическая любовь. Второе. Они не должны резко отличаться по структуре мозга. Третье. Социальные инстинкты, то есть воспитание, у них должны быть похожи. Как сформировать осознанную любовь – это целая наука, которой, к сожалению, ещё нет. Каждый в этой ситуации старается решить по-своему. Иногда у некоторых получается. И тогда они идут до конца жизни вместе, и возможности их увеличиваются кратно. Имея огромный опыт, мы по мере возможности стараемся помочь сформировать осознанную любовь, так как эта любовь основная, это она цементирует на всю жизнь отношения мужчины и женщины. Вот такое мнение, да. Знаете, я хотела добавить, у вас вчера был в эфире Андрон Кончаловский, кстати говоря, и он очень тут как раз затронул эту тему. Вот влюблённость и любовь. Мне очень понравилась его мысль, что влюблённость, понятно, мы все её обсудили, это там какой-то, когда гормоны, когда вот у нас тут всё нам разложили. А когда любовь, это когда вот эти вот те самые отношения какие-то уже более длительные, это когда ты знаешь минусы, да, какие-то отрицательные черты своего супруга, партнёра, неважно, и принимаешь их, и любишь всё равно его с его минусами и с его плюсами. А в период влюблённости ты видишь только положительное, а отрицательное, так как ты весь находишься в эйфории, ты просто не замечаешь. Это действительно очень большая проблема, потому что с точки зрения социальной неумение воспитать в себе вот такое вот отношение, о котором вы говорите, оно приводит к очень серьёзным проблемам. Но о них мы поговорим буквально через несколько минут после новостной и рекламной паузы. Оставайтесь вместе с нами. Итак, мы продолжаем сегодня наш круглый стол, который посвящён проблеме любви, как явления личностного, социального, как явления биологического. Мы хотим посмотреть на это явление со всех сторон, потому что, как мы убедимся к концу передач, я уверяю вас, любовь – это не только наше личное дело. Гости в студии руководитель пиар агентства «Эксперт» Владислава Галкина, израильская писательница Мириам Залманович, физико-химик Дмитрий Бочаров и главный редактор службы новостей «Микс-медиагрупп» Наталья Михайлова. За пультом я, Вадим Родионов, помогает мне звукорежиссёр Родион Золотарёв. – Я думаю, что ты всё-таки не Вадим Родионов, Константин Ранкс. – Вадим Родионов нас очень внимательно слушает. – Сейчас болеет. Он обычно сидит там, где сижу сейчас я. Да, вот он сейчас болеет, поэтому на его месте я, Константин Ранкс. Я хочу сказать, что в первой части программы мы коснулись вопросов о том, какая бывает любовь, почему она бывает, бывает она краткосрочная, вспышка влюблённости, потом бывает любовь долговременная, долгоиграющая. И вот как раз сейчас мы подходим к тому моменту, чтобы выяснить, почему это и можно ли это вообще как-то в начале отношений определить, есть ли какие-то у нас перспективы. Я хочу сказать, что мы ждём звонки наших уважаемых радиослушателей 672-12-939, либо 672-13-939. Вы также можете комментировать или высказывать свою точку зрения в нашем видеочанте MixNewsLV, радио «Балком.Лайв». Я видел, что после того, что вот буквально перед тем, как мы ушли на перерыв, вот физико-химик Дмитрий Бочаров показал, что у него есть замечания по поводу разговоров о видах любви. Да, на самом деле был достаточно интересный комментарий внешнего эксперта, который рассказывал о том, что многие процессы связаны с олимбической системой. Олимбическая система – это то, что нам досталось, грубо говоря, от древних ящеров, что нам обеспечила эволюция, чтобы мы существовали. И далее, основное отличие людей – то, что у нас есть контролируемым разумом какие-то действия, и приход на более высокий уровень может быть связан именно с тем, что не все наши действия мы будем совершать инстинктивно. И вот несколько интересных научных фактов, что, например, начали системно исследовать трудности в отношениях у людей и видят, что в некоторых случаях это вызвано тем, что у людей есть конкретный ген РС-334. То есть, есть он у человека, и у него трудности в отношениях бывают в пять раз чаще. Научный подход к этому делу. Интересный вопрос является также полигамность и моногамность людей и полигамность и моногамность у животных. Потому что, если мы посмотрим на два вида полёвок, существующих в природе... Это выше такие, да? Да, это мы же такие, степные, луговые. Одни из них луговые, они полигамные, а другие моногамные. То есть, они встречаются с партнером и начинают жить с ним всю жизнь. Начали разбираться, как это работает. Выясняется, что если вот они встретились, одна полёвка выбрала другую, то после первой встречи сексуальных отношений у них происходит бешеный выброс гормонов, окситоцинов, и они друг к другу привязываются. Ну, учёные, естественно, начали экспериментировать. Например, они начали брать двух полёвок и принудительно, без всяких сексуальных отношений, начали вводить им окситоцин. Смотреть, что будет. Оказывается, что да, действительно, всё равно начинают быть моногамные отношения на всю жизнь. То есть, гормональная причина этого вроде показана. Потом над луговыми начали тоже экспериментировать, разбираться, что на что действует. Выяснилось, что у луговых есть два вида рецепторов в мозге. Нет, простите, у степных, у моногамных есть два вида рецептора. Один приводит химических веществ на один из них. Вызывается привязанность к партнёрам при воздействии на другой, проявление агрессии к другим полёвкам, которая не твоя полёвка. И начали пытаться как-то химические воздействия на эти рецепторы, чтобы они работали по-другому. Повоздействовали, оказалось, что полёвки внезапно становятся полигамными. То есть, проявляют нехарактерное для них поведение. То есть, безусловно, сейчас, если говорить о любви с точки зрения науки, то это очень интересная тема для исследований, которая находится на стыке, наверное, психологии, биологии и химии. Потому что это комплекс сложных завязок, которые приводят к интересным тенденциям. Можно вопрос? Да. В связи с вышесказанным. А смена места жительства влияет ли на полигамность моногамной смышей? То есть, не пытались ли учёные зверьков переселить на ПМЖ в чуждую среду? Ну, в полигамных степях, степных, в лугах. Я, к сожалению, не знаю, таких исследований на скидку не скажу. Но, в принципе, это у них устойчивое состояние, связанное с рецептами. Так что, думаю, что это не должно влиять. То есть, получается, что если ты рождён как дерево, то будешь баобавом. То есть, по большому счёту, если мы самой природой запреграммированы на тот или иной вид отношений. С одной стороны, да. С другой стороны, как я сказал, у человека есть надстройка разум, речь и самоконтроль, который помогает как-то улучшать ситуацию. В принципе, если смотреть на человека как примата с точки зрения полигамности и моногамности, то люди, это как приматы, они скорее являются полигамными. Но у нас есть разум достаточно мощный, которым мы можем управлять. Ну да, и говоря о врачных агентствах, очень грустно смотреть, например, за знакомых, у которых все яркие отношения меняются с циклом в два года. То есть, они чувствуют, я влюбился, я нахожусь в некотором смысле под кокаином, мне хорошо. Потом химия прошла, значит, внутри что-то не так, любовь прошла, она же воспета в книгах. Ну и пошли на второй цикл, на третий цикл. Вот интересно, возможно, это как раз есть замечание по этому поводу от нашего слушателя. Алло, здравствуйте. 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 Так, я выключила радио. Ну вот интересную вещь рассказывает ваш гость с точки зрения именно химических процессов. Таким образом, получается, что если, скажем, пара проводит времени друг с другом в позитивном плане, больше, получают совместные эмоции какие-то, да, в приятном времяпровождении друг с другом, это может быть и секс. Я, кстати, где-то читала, что распитие спиртных напитков вызывает всплеск окситоцина в организме. И таким образом, значит, партнер становится более приятным. То есть, тайно ли я понимаю, что, скажем так, если люди друг с другом проводят время много и приятно, то, вероятнее всего, их любовь будет длиться дольше, чем если они, скажем так, живут порознь, и приятных совместных событий у них значительно меньше. Спасибо вам большое. Ну, тут вопрос, конечно, очень, так скажем, специфический. Мой ответ, на мой взгляд, да. То есть, например, тоже есть по исследованиям, что при сексуальных контактах воздействие на половые органы женщины, оно вызывает резкий выброс окситоцина, что является средством привязки. Вообще, честно говоря, у вопроса сохранения отношений очень серьёзное социальное в широком смысле большое значение, потому что от того, насколько сильны семьи, насколько сильна вот эта вот, так называемая рассудочная любовь, долговременная, так скажем, любовь, настолько, в общем-то, и стабильно общество. И вот сейчас мы попросим нашего звукорежиссёра связаться с социологом, профессором Московского государственного университета Анатолием Ивановичем Антоновым, который ответит на вопрос, как с помощью социологических методов можно рассчитать формулу любви и выяснить ещё на самом начальном этапе, есть ли шансы сохраниться этой паре или нет. Вот как только он созвонится, мы тогда тут же пойдём в эфир. Я ещё что хочу отметить, что очень, вот вы говорили про полигамность и моногамность, вот очень интересно, буквально сегодня новости были на новостных лентах о том, что известнейшая актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что с её точки зрения моногамия – это неправильно. Но она понимает моногамию очень интересно, она понимает это как постоянную смену партнёров, в то время как существует версия, что, ну как бы определение, что полигамия – это множество партнёров. У нас на связи Анатолий Иванович Антонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот хотелось бы узнать. Мы, когда готовили программу, мы как раз нашли информацию о том, что вам удалось выяснить, разработать методику, с помощью которой можно определить шансы сохранения пары ещё или её неминуемого распада, в том числе по тому, как люди относятся и характеризуют своих партнёров. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да. Ну, методика создана много лет назад, и имеется довольно много уже экспериментальных подтверждений этой методики. И суть её заключается в том, что мы как бы алгеброй проверяем состояние семейных взаимоотношений, супружеских взаимоотношений, температуры, измеряем температуру супружеских взаимоотношений. Измерения эти очень сложные, основанные на технике семантического дифференциала. Эта техника позволяет измерять, значит, реакции людей, которые не могут проконтролировать... Ну, обычно люди при опросах стараются как-то себя приукрасить и так далее. Поэтому вот этот вот самоконтроль, он снят, это своего рода проективный такой тест, который позволяет получить надёжную информацию. И вот уже около тысячи пар супружеских мне удалось опросить по этой методике за последние вот 25-30 лет в разных регионах России. И получилась такая картина, что вот такой идеальной любви взаимной, когда он и она любят друг друга, это действительно довольно редкое явление, как вот изумруды, бриллианты, это редкость. Вот, но основная масса супружеских пар, это те пары, где семья держится на любви, на односторонней любви одного из супругов. Другой как бы позволяет себя любить. Вот бывают случаи, когда этим человеком оказывается он, ну и, естественно, она. Поэтому вот измерения, которые мы делаем по этой методике, они позволяют понять, в какой степени ролевые самооценки каждого из супругов, каждого из партнёров подтверждаются другим партнёрам. Вот этот мой тест, он принципиально парный. Вот сами по себе индивидуальные ответы на этот тест каждого из супругов, они не имеют значения. А информацию мы получаем, когда сравниваем ответы одновременно мужа и жены, там, жениха и невеста, там, сожители и сожители, и получаем достаточно точную информацию о том, каково состояние семейных взаимоотношений. И вот в настоящее время, ну, примерно, ну, можно сказать, что где-то там процентов, вот, пять супружеских пар, это те, где, вот, взаимная такая любовь. И они укладываются в формулу взаимной любви. Половина супружеских пар, ну, там есть смешанная, так сказать, картина, а где-то процентов 35-40 на односторонней любви одного из супругов держится семья. И вот я хочу, так сказать, вот формулу, что ли, ну, словами передать. У нас там тест, ключ к тесту, это 20 цифр. Вот мы смотрим на эти 20 цифр и видим, что в паре происходит. А формула, если ее передать словами, формула такова, что, во-первых, каждый из супругов свои ролевые самооценки, то есть свои роли в семье, в обществе и так далее, он должен себя оценивать таким образом, ну, чтобы не переоценивать и не недооценивать. Второе. Каждый партнер в супружеской паре оценивает, насколько реальны вот эти самооценки другого человека. И вот главным судьей в паре всегда является другой партнер. Я могу себя оценивать как угодно. Вот правильно, неправильно, но критерием является мнение вот другого человека. Причем это мнение может быть тоже неправильным, но нас интересует степень согласованности действий в семье. И поэтому по степени подтверждения, неподтверждения самооценок мы определяем сплоченность или конфликтность семейной пары. И еще одно свойство, очень важное формула, так сказать, любви заключается в том, что, ну, вот можно привести такой пример, что он и она, это вот как на весах, вот раньше были весы такие в магазинах. Рычажные, да. Гирьку кладешь и вот на тарелочки на эти. И вот должно быть в семье равновесие, чтобы и он и она все время, так сказать, вот, ну, примерно в равной мере оценивали друг друга, но обязательно и у него, и у нее должна быть тенденция себя чуть-чуть занижать, свои самооценки по сравнению с оценками своего партнера, своего супруга. Если у нее, и у него есть такая тенденция, вот взаимная тенденция себя чуть-чуть занижать, а другого ставить чуть-чуть выше, чем ты есть на самом деле. Вот это и есть самое главное качество супружеской совместимости. К сожалению, в большинстве семей люди поступают наоборот. Большинство супругов завышает себя и занижает другого, тем самым все там несчастья, которые происходят, недостатки, там, неудачи, сваливают на партнера. Я не виноват, а вот она виновата. Спасибо вам большое, Анатолий Иванович. Это очень ценное мнение. Благодарим вас. Вы знаете, у меня родился такой вот... Я не знаю, мне кажется, что вот это... Я выслушала все это, все интересно, конечно. Но у нас какое-то как будто бы... Все хотят сделать насильно счастливыми. Знаете, мы, по-моему, уже это проходили. Был также нерушимость церковного брака, например, который тоже пытался сдерживать там и как-то... Ставили люди счастливее от этого. Возможно, браки и крепкие в плане того, что муж при жене, что там он делает и что она делает. Это все другие истории, да? Мы помним Анну Каренину ту же, да? То есть, получается, что мы сейчас создаем какие-то... Тут формула любви, тут, значит, британские ученые. Здесь у нас нерушимость церковных браков. А человек счастлив-то в итоге? Вот как? Вот просто счастье есть в этом во всем? За что мы боремся? Тут мы ни за что, собственно говоря, и не боремся. Нет, если это как гипотеза и как просто интересно... Ну, вот я бы не хотела, чтобы препарировали, например, мою жизнь, какая бы она ни была несчастная, непутевая, там... И чтобы мне вот дали вот эту формулу, я бы по ней следовала. Совершенно бы не хотела. Я так скажу. Конечно, последнее дело спорить со статистикой, ибо перефразируя известное высказывание, статистика, что дышла, как повернешь, так и вышла. Поэтому очень неспорным, кажется, утверждение о том, что только в 5% случаев отношения между супругами гармоничны и равнозначны, а в остальных кто-то позволяет себя любить, кто-то любит. Потому что если рассматривать долговременное супружество как сотрудничество, как партнерство, то очень слабо мне представляется устойчивость союза и партнерства в таких неравных отношениях. Мое мнение. Наташа, с вашей точки зрения... Да, я вообще впала в тоску. Конец. Сначала динозавры, мы шипалевки. Это все безумно интересно. Но это так вот по косточкам. Но вот Владислава уже сказала, что разобрали полностью. И я думаю, а где же Ромео и Джульетты? Где вот эта всякая красота и романтизм? И не только, кстати, романтизм. Та же там те вещи, которые мы называем лебединой верность. Ну и так далее. Вот все вот это, оно куда-то ушло. Мы, по-моему, вот очень в эти схемы так въехали. У нас осталось где-то полторы минуты. И как раз мы можем услышать мнение нашего слушателя. Может быть, Лямов вам поможет. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. У нас всего минута. Будьте любезны, Варюшу коротко вашу точку зрения. Коротко моя точка зрения. У меня сегодня годовщина свадьбы. Я не знаю формулы любви, по отношению наших специалистов. Но то, что свою жену я люблю, это я знаю точно. Мы поздравляем вас. Мы рады за вас поздравляем от всей души. Как все просто, оказывается. Еще что я знаю, что любовь дама очень с аппетитом. И ее нужно кормить. А аппетит, а меню такое, будьте внимательны, заботливы к своим вторым половинам. И будет у вас, оказывайте знаки внимания, и будет у вас долгая, вечная любовь. Спасибо большое. Прекрасный рецепт. Вот рецепт о том, что любите друг друга. Все, конечно, очень хорошо. Но какие есть подводные камни на этом пути, мы об этом будем продолжать говорить в следующий час. Оставайтесь вместе с нами. Итак, мы продолжаем наш круглый стол, посвященный теме любви. Любовь – великое чувство. Это чувство, которое имеет очень большое значение для каждого человека в отдельности и для всего социума вместе. Наши сегодняшние гости в студии – это руководитель пиар агентства «Эксперт Владислава Галкина», израильская писательница Мириам Залманович, физико-химик Дмитрий Бочаров и главный редактор службы новостей «Микс Медиа Групп» Наталья Михайлова. Здесь у микрофона ведущего я, Константин Рангс, мой коллега Вадим Родионов сегодня болеет, и мы желаем все ему скорейшего выздоровления. Ну, а за пультом сидит наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. Итак, в первой части мы больше обсуждали вопрос, так скажем, откуда любовь появилась, какие существуют виды любви. Но нужно отметить ещё о том, что за вот этим вот как бы персонализированным отношением к этому чувству существует ещё и очень большой пласт культурный. По сути дела ведь можно сказать, что каждый творческий человек в той или иной степени он обязательно отдавал, так скажем, он обязательно вдохновлялся любовью. Это, в общем-то, дело такое с древнейших времён. Мы постараемся сейчас связаться с польским писателем, автором таких произведений, как «Одиночество в сети» и «Бикини» Янушем Леоном Вишневским. И тоже его расспросим о том, как он относится к любви, как модератору творчества в принципе. Алло? Вот сейчас хорошо было бы выяснить, когда у нас это всё появится. Вот сейчас хотелось бы связаться с Янушем Вишневским. Мне передают о том, что связь идёт в процессе. О чём же действительно хотелось сказать? Что все знают, что существует Петрарка. С Фаурой. Да, с его знаменитыми. И это же стало фактически своего рода определённым шаблоном, что вот у каждого творца есть своя муза, которая способствует его творчеству. У нас на связи Януш Леон Вишневский. Здравствуйте. Добрый день вам. Здравствуйте, Санкт-Петербург. Добрый день. Вы знаете, вот мы сегодня сейчас обсуждаем вопрос любви. Хотели бы вам задать вопрос как писателю. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько любовь важна как инициатор творческого процесса? Можно ли творить, не будучи влюблённым, не испытывая чувства любви? Это трудно сказать конкретно, но смотри на историю литературы за последние три тысячи лет. Почти все книги были написаны о любви. Это очень банальная тема. Ну и я тоже заметил, что эти книги были написаны о несчастливой любви. Если все авторы были бы счастливо влюблённы, никто бы не хотел писать книг, они были бы заняты своим счастьем. То есть получается, что как раз счастливая любовь, она препятствует творчеству? Я думаю, что это правда. Если мне бы надо было написать книгу о счастливой любви, я бы окончил эту книгу, я думаю, на четвёртой странице. Уже на пятой всё было бы скучно. — Скажите, пожалуйста, а как может ли, например, художник переживать, стремиться к этой самой любви счастливой? Ведь тогда он понимает, что, собственно говоря, ему творчеству наступит конец. Или, собственно говоря, творчество оно само по себе, а любовь — личное переживание само по себе. — Это можно так сказать. Но начали. Мы все думаем, когда мы влюблённы, что это будет последнее, первое. Может, не по первое, но последнее — любовь. Но в конце концов оказывается, что это одна из любви. Поэтому я думаю, что самая важная любовь — это последняя, а не первая любовь. Но в этом настроении влюблённости, то есть первой фазы любви, потому что эта влюблённость, она у нас очень сильно связана с влечением, с желанием. В этом моменте я думаю, что люди пишут тоже поэзию. Но я бы не хотел теперь прочитать свои стихи, которые я писал, как мне было 15-16 лет, до женщины, до девочки, которые я в этот момент любил. Это была бы абсолютная графомания, по-моему. Януш, а как вам… Януш, не советую никому читать этих писем и стихов, которые они писали в этом состоянии и в этом возрасте. Януш, скажите, пожалуйста, как вам удалось так передать в своих книгах женские чувства? Вот я долгое время думала, что вы женщина. Вот когда я ещё не знала, что вот вы, Януш Вишневский, мне всё время казалось, что пишет женщина. Это так много думали. Начали тоже в Польше, как моя первая книга была публицирована в Польше. Все думали, что… Последняя, не первая, но вторая книга. Вы думали, что это мой псевдоним, который я использую, мужский псевдоним, а это все книги писала женщина. Я думаю, что… Я не думаю, что в этом что-то не будет специального. Я просто слушаю женщин, слушаю их и думаю об этом, что они мне рассказывали. Я немножко помогаю себе, потому что я думаю, что нет литературы по психологии женщин на польском, немецком, английском и в последнее время тоже на русском языке, который я не прочитал. Но все информации, главные информации получают женщины. У меня тоже две взрослые дочери, с которыми я очень часто говорю, у меня получилось, что они хотят со мной говорить и рассказывают мне невероятные истории о своем отцу. Не все, потому что всех дочери не говорят отцу, больше маме. Например, о сексе они не говорят со мной. Дочери думают нормально, что папа умел секс только два раза. Первый раз родилась я, а второй моя сестра. Но я эту информацию получил от женщин. После одиночества в сети, которую я написал, я получил больше 15 тысяч имейлов. А 85% этих имейлов написал женщина. И они в этих письмах, электронных письмах, рассказывали невероятные интимные истории, которые я потом использовал в других книгах. Да, у меня был просто интересный комментарий. Дело в том, что действительно по некоторым версиям активируется речевой центр в случае несчастной любви. То есть это связано со строением мозга. То есть интерпретация всех притрарок – это понятная вещь, возможно. Я очень часто пишу о любви с точки зрения химика. Вы знаете, я доктор химии. И работаю в институте, в котором есть огромная база данных химических соединений. Я вижу каждого дня на моем компьютере, на экране моего, на монитере моего компьютера больше тысячи разных молекул. Да, и любовь, не только любовь, все другие эмоции имеют свою химическую, биохимическую, нейробиохимическую древатор. Это связано с появлением в мозге человека определенных субстанций. И эти субстанции, это жалко сказать, но эти субстанции принадлежат группе опиатов. Вот у меня тогда вопрос, а вам это не мешает работать как писателю, то, что вы это все знаете? Мне это не мешает, потому что можно смотреть на что-то нибудь с разных точек зрения. Я иногда смотрю на любовь как лаборант, химический лаборант. А потом я смотрю на то же самое любовь с точки зрения поэта, писателя. Я не думаю, что это мешает. По-моему, это было хорошо знать людям, что любовь не только мистические, невероятные чувства, которые происходят в человеке, но это уже химия. А химия имеет в этом смысле начало и конец, что некоторые реакции происходят, и потом они оканчивают. Господин Вишневский, а такое хорошее знание материальной части не мешает вам влюбляться? Не помню, что это мне мешало. Если я влюблен, если я в процессе... Если я посмотрю на свои любви в этом моменте, этого влюбленности, в том процессе влюбленности, я никогда не думал, что в моем мозге и в моем системе происходят химические реакции. Я знал, что он есть, но я чувствовал себя красиво, я чувствовал что-то нибудь мистического, мистичного. Это был, как на немецком, это слово рауш, эмоциональный рауш, очень похожий на рауш, который люди получают, когда они принимают, например, хирург, любовь и хирург, это очень похожие ощущения в мозге человека. Хирург и эндогенные нейропептиды, которые появляются в мозге влюбленного человека, они проходят до нейронов, до внутренней нейронов через те же самые рецепторы. Это невероятно. Но двигателем прогресса, к сожалению, все же является несчастная любовь, если я правильно вас поняла. Да, несчастная любовь, она значила любовь, несчастная любовь появляется, когда мы любим кого-то-нибудь, и этот человек не любит нас. Это первая группа несчастной любви. Потом люди влюблены, и потом с временем, как это назвать, сила этой любви, проходит. Да, она обнижается. Это нормальный процесс, физиологический процесс, который нормальный для всех животных. Это называется в социологии хабитуация. Это значит, что мы привыкли об этом. Сигнал, эротический сигнал от человека, с которым мы живем 2, 3, 4, 5 лет, не имеет такой силы, какой он имел в начале этой эмоции. Это нормально. Если любовь базирует только на влечении, и это не будет долгая любовь. Большое вам спасибо, Януш, и успехов новых вам произведений. Благодарим вас. У меня с Янушем Яшневским связана такая история. Я его обожаю, потому что я как-то... Вот эта книга «Одиночество в сети», она на меня буквально выскочила. Я была в Москве, как раз у меня было несколько часов до поезда, и думаю, да, зайду в книжный магазин на Новом Арбате. Зашла туда, там миллион книг, конечно, попробуй выбери. И я просто вот думала что-нибудь такое, чтобы посидеть. Было жарко. Думаю, посижу на лавочке, почитаю книжку какую-то до поезда, потом еще в поезде. И вот я ее перебирала, и она на меня выпала, эта книга. Вот просто выпала. А была такая ситуация, что у меня как раз вот в жизни складывалось то же самое в отношениях, что и в этой книге. Вот точно такой же сети общения с моим будущим мужем. И на меня эта книга произвела эффект просто вот какой-то бомбы. Я сидела оглушенная вот на этом Новом Арбате, я ее прочитала там от корки до корки за несколько часов. Я была под таким впечатлением, вот тут, наверное, для химиков, конечно, была бы интересная работа по исследованию, что происходило в моем. Вы знаете, действительно, очень интересно. То, что говорит пан Вишневский, очень интересная вещь есть. Это подтверждение знаменитого афоризма, когда к древнему греческому философу подошел молодой человек и спросил, что ему делать, жениться или не жениться. Он сказал, ну что, если женишься и будешь счастлив, будешь исключением. Если нет, станешь философом. То есть, по большому счету, получается, что если тебе не повезло, то самое время идти и творить. Еврейская притча в этом случае говорит, женишься, не женишься, все равно пожалеешь. Да, но мы никогда не знаем альтернативу. Да, вот в том-то и дело, если бы мы знали альтернативу. Если уж мы тут начали говорить о молекулах, то чтобы, наконец, закончить эту благодатную микро-тему, я не закончил, что попросил бы режиссера нашего связаться с доктором биологических наук, профессором научно-исследовательского института «Морфологии человека» Сергеем Вячеславовичем Савельевым, который расскажет о механизме влюбляемости. Будьте готовы. Как вот интересно. Да, ну пока дозваниваемся, можем напомнить телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939. Сегодня говорим о любви. Ведущий Константин Рангс, Вадим Родионов, я знаю, нас слушает. И очень много интересных экспертов у нас уже вышло по телефону. И в гостях тоже в студии у нас, напомню, пока мы связываемся, пиар-эксперт Владислава Галкина, израильская писательница Мириам Залманович и физико-химик Дмитрий Бочаров. Кстати, хотелось бы отметить, что одна из проблем, почему сейчас обсуждается очень часто тема любви, что происходит с этим чувством, это определённо, называют это так, эрозия любви. То есть, люди привыкают жить автономно, сами по себе, не создавая каких-либо долговременных тесных отношений. Эксплуатируют только этот период влюблённости очень короткий, а потом действительно нужно разбежаться. С чем это связано, непонятно. Но тут есть ещё один фактор. Дело в том, что кроме того, что пытаются социологически и психологически в этом разобраться, сейчас наконец-то есть инструменты контролировать, например, химические реакции в человеке и посмотреть, как это связано с психологическими проявлениями. Потому что поэта XIII века возможности, конечно, не имели. Дело всё в том, что каждый из нас же не ходит в химические лаборатории, знаете, с чемоданчиком, да? И он не может, вот даже, как, допустим, диабетики, тыркать пальцем. Если бы можно было бы тыркать пальцем, знаете, взять анализ крови капельку и сказать, о, вот оно, да? То, может быть, это бы, кстати, если бы такое появится, это будет ещё одной, так сказать, камнем, что называется, в эту несчастную любовь. Потому что тогда очень многие люди будут считать, что как раз вот этот вот механистический способ – это вот то, что и надо для того, чтобы эти отношения создавать. Потому что, известно, многие молодые люди даже не знают, как создавать отношения вне сети. Мне кажется, что это труд, в первую очередь, любовь. Ну, как бы это приятный труд, наверное, для людей, которые хотят этим заниматься. Но после того, как химия вся вот эта вот прошла, начинается работа, выстраивание отношений. Если людям удалось пройти вот через этот период вот этих вот взаимных там доказываний друг другу, каких-то комплексов и так далее, то у них получится очень все неплохо. Звукорежиссер дает сигнал, что мы можем услышать док профессора Савельева. Откуда эта самая любовь взялась? С чем она связана? И как взаимодействует вот этот баланс рассудка и безрассудочного состояния? Значит, если говорить о любви, то ее происхождение, конечно, носит чисто биологический характер. Потому что, собственно говоря, единственный смысл любого обитателя этой несчастной планеты состоит в том, чтобы перенести геном в свой следующее поколение. Для человека все это отягощено массой уюмок и прыжков, которые называются социальными традициями, культурными, культурными наследиями, религиозными представлениями и прочим, и прочим, и прочим. Которые, кстати, очень сильно различаются. Но суть состоит из трех вещей. Потому что все-таки размножение-размножение, но некоторые нравятся, а некоторые не нравятся друг другу. По этой причине нравится и не нравится, и как-то любовь возникает, зависит у мужчин и женщин по-разному. У мужчин действительно любят глазами, а женщин на ушами, что связано с строением их мозга. Дело в том, что половые центры у женщин больше интегрированы с луховой системой, поэтому недрагословный, мускулистый самец с низким голосом вполне подойдет. Самое главное, очень недалекий должен быть, потому что недалекость мужества и богатого самца позволяет женщине управлять таким прекрасным объектом. У мужчин немножко по-другому, поскольку половые центры сцеплены с зрительной системой, то половые гормоны начинают вырабатываться в ответ на голые плечики, гладенькие, длинненькие шейки, крупненькие глазки и длинные ножки, стройные, которые являются чистым инстинктивным продуктом, поскольку у всех обезьян созревание самки, например, у шампанзе, определяется по значению удлинения голени. И непроизвольно у самцов начинают вырабатываться контакты. Так и у нас, когда мужчина пилит такую удлиненную волю, даже с помощью каких-нибудь примитивных подставок в виде коглуков, он невольно возбуждает. Собственно говоря, на этом строится первый визуальный и слуховой контакт. На втором этапе вступает в дело так называемая вонероназальная система. Это орган полового обоняния, который находится на краешке перегородки, поэтому если слишком ловко шуровать пальцем в носу, можно его и содрать. Он очень небольшой, примерно 2 мм длиной или мм в диаметре, но обладает фантастическим свойством. Попав в него, феромоны человеческие производят волшебное действие, действуют сразу на подсознание. То есть вот эта девочка, этот мальчик нравится, а вот этот не нравится. Но на наше счастье депонирование вот этих запахов любимых происходит не так надолго. Обычно на несколько недель, но максимум месяц. Потом только он открывается и, так сказать, заменяется оно. Улюбленность проходит. Вот и все. Тут вообще на 3-4 недели нам профессор Соловьев дает влюбленности. Открылся орган, мы, значит, чувствуем феромонность. Но оказывается, как все просто-то. Скажите, пожалуйста, милые дамы. У меня тоже есть комментарий потом. Во-первых, я вот, смотрите, я сижу сейчас и думаю. Вот мы сейчас все равно говорим, мы хотим человека запихнуть в брак, я так понимаю. Мы хотим его вот в эти отношения какие-то крепкие. Все же вокруг этого строится. То есть, когда человек влюбленный, нам все понятно. Это все гормоны, там голени, и это все красиво, и это все поэзия, это все прекрасно, прекрасно, прекрасно. До того момента, когда пропадает магия, и нам почему-то всем, ну, и хочется, значит, найти вот эту формулу или вот почему, и, значит, запихнуть туда в эти отношения какие-то крепкие. Нет, чтобы она магия. Мне хочется, чтобы магия не кончалась. Нет, магия не кончается. Наверное, все-таки так, как вот мы послушали, что она все-таки кончается. Без работы дальнейшей ничего не будет происходить, если мы не включаем разум, мы не включаем там какие-то дополнительные свои ресурсы, пытаемся закрыть глаза на несовершенство, на то, что жена стала на 10 килограмм больше, что там мужчина блысел, и так далее. Мы, если мы вот это не работаем над собой, то, естественно, магия куда-то девается. Это все понятно. Но вот у меня сейчас такие вот стихи, знаете, такой Александр Дойский есть такой, Барт. Да, да, конечно. Вот я с детства его слушала, и у него очень такой красивый роман был. Я сейчас, естественно, не помню с тихи, но я помню, там было такое «Но одиночество прекрасней». Он, значит, поет оду женщине, какая она прекрасная, красивая, и с ней жить как праздник, «Но одиночество прекрасней». То есть мы, может быть, в этом… То есть я пытаюсь понять, что не путь только человека, вот именно эти крепкие отношения. У кого-то это получается, у кого-то нет, но мы, получается, какой-то комплекс вводим людей, которые не готовы к этому. У нас получается, что они как будто у нас изгои. Да, вот нам сразу хочется ответить как учёному, хотя работа в другой сфере, я прекрасно понимаю, почему хочется учёным исследовать любовь. Потому что учёным хочется понять, как работает любой объект, и любовь для них тоже является объектом для изучения. Ну, понятно, но тогда… Ну, мы же пытаемся, как учёный, у него же прикладной тоже есть какой-то интерес. То есть мы изучили, и хотим это внедрить, и хотим, значит, улучшить человеческую природу. И вот я всё пытаюсь к тому, что вот… Первый вопрос учёного – как это работает? Как это работает, понятно, но не работает, я так понимаю, что всё равно не работает, потому что много и нещакых людей… Почему не работает? Нет, ну потому что мы понимаем, что если мы сейчас даже будем понимать, что сейчас с нами происходит, и потом… Да, я буду понимать головой, и у меня будет куча знаний, но это далеко не будет каким-то толчком, что я должна, значит, выключить здесь вот этот рецептор, здесь, значит, закрыть глаза на это. Я не захочу, например, так действовать. И у меня такое впечатление, что Дмитрий смотрит на вас, Владислава, и думает, ну почему же нельзя-то? Можно тут… Да потому что есть, смотрите, во-первых, наверное, изначально и вот Дмитрий здесь там от ящеров, тут мы там от обезьян. Возможно, я больше склоняюсь к божественному происхождению человека, наверное, от этого у меня, может, какие-то и противоречия, потому что я не хочу, чтобы у меня какие-то рецепторы от ящеров и голень там, откуда-то у меня там и так далее. Возможно, это, но всё равно, мне кажется, человеческая вот эта вот природа, она намного сложнее, чем вот это вот всё, что мы химически разложили, физиологически. И в этом интерес, потому что так это действительно, как сказала Наташа правильно, скучно очень. И тогда ничего ей не нужно, никакой крепкой семьи, и всё это как-то сводится к такому… А вот в этом я вижу его противоречия. Вот возможно, да. Всё точно всё банально получается. То есть все эти знания, как работают, вообще не мешают. А скорее… Да, по-моему, они так… Наверное, людям с определённым складом как бы ума и какое-то мировоззрение, но далеко не для всех. Да, я в перевозке сказал Мириану, что я просто плачу, когда читаю женские журналы и то, что они поощряют. Да вы что? Да, что они поощряют? Например, если вы чувствуете, что любовь прошла, значит, всё, меняйте партнёры, он вам не подходит. Когда читаешь такое, я обладаю книгами знаний… Ну, это примитивная, конечно, политика. Нет, ну, есть и такие, конечно, советы, но есть другие. Это уже так в сторону феминизма скорее, есть же другие в сторону, так скажем, более домостроевскую такую, наоборот, поработайте над собой, сходите, смените халат, не знаю, там, прическа, все дела. Новости. Вот, вот новости. Сейчас как раз я и хотел сказать, что сейчас самое время нам прослушать выпуск новостей, и потом в финальной части нашей программы мы как раз коснёмся ещё духовной стороны этого дела и о том, как относится к любви в разных странах. Здравствуйте. Я президент Банка Латвии Илмер Ремшевич. Самое дорогое для каждого человека это здоровье родных и близких. Если родители просят у людей помощи для своего больного ребёнка, значит, они не сидят, сложа руки, а стучатся во всей двери и делают всё возможное, чтобы его спасти. И мы должны обязательно откликнуться. Каждый вторник в 16.00 включайте программу «Зелёная лампа» на радио «Болтком», и вы всегда будете знать, кому на этой неделе нужна поддержка. Из крупинных человеческого участия складывается великая помощь. Здесь и сейчас. В прямом эфире. След в след за самыми горячими событиями. Экспертные оценки. Социальные сети. Прямые включения по всему миру. Реагируем оперативно. Обсуждаем предметно. Программа «Болтком онлайн». Время выхода любое. Протяжённость не ограничена. Слушай своих. Свои не обманут. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди. Случайные встречи. Неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод. И время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то выскажу. Только на радио «Болтком». В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». «Микс-ньюс». На одной волне с городом. Радио. «Болтком». Итак, начинается четвёртая заключительная часть нашего сегодняшнего круглого стола, посвящённого любви. Я хотел бы также напомнить, что нашу передачу, нашу программу поддерживает новая газета «Балтия». На их зеркале тоже можно видеть нашу программу в прямом эфире. Наши гости в студии руководитель пиар-агентства «Эксперт» Владислава Галкина, израильская писательница Мириан Залманович, физико-химик Дмитрий Бочаров и главный редактор службы новостей «Микс-медиагруппы» Наталья Михайлова. Мы приходим к последнему завершающему этапу. Вот сейчас практически мы говорили о химии. Это было очень интересно, когда доктор химии и писатель Януш Леон Вишневский рассказывал о своей отношении к тому, как помогает знание о механизме влечения творчеству и о том, что в принципе творчество стимулирует несчастная любовь. А вот, например, доктор биологических наук профессор Сергей Савельев рассказывал о механизме влюбляемости и о роли удлинённой голени у женщины для того, чтобы заинтересовать мужчину. Но всё-таки на самом деле как действительно наши гости отметили, что всё-таки не одна только химия и физика способны создавать вот этот удивительный коктейль, который называется «Любовь». Мы сейчас попросим нашего звукорежиссёра Родиона Золотарёва связаться с Александром Михайловым, тем самым чудесным молодым человеком из фильма «Формула любви» актёром, который в знаменитом фильме режиссёра Марка Захарова, вот который хотел создать вот эту самую, создать свой самый идеал. Весьма интересно, что в жизни сейчас Александр Михайлов автор духовных стихов и песнопений, награждённый медалями преподобного Сердия Родонежского второй степени и святого благоверного князя Даниила Московского. То есть, в общем-то, после этого фильма его творчество приобрело другое направление. Было бы очень интересно узнать его мнение, как они сами там во время съёмок относились к идее создания вот этой формулы любви. И ведь что действительно интересно, что то, что мы называем любовью в каждой культуре имеет своё собственное как бы выражение. Но всё-таки вот нам удалось связаться. Добрый день! Да, здравствуйте, добрый день! Здравствуйте! Ну, прежде всего хотелось бы задать вопрос, который касается знаменитого вашего фильма «Формула любви». Скажите, пожалуйста, а как вы относились к самому вот этой идее создания формулы любви? Как относились вы, как относились ваши коллеги по фильму? Замечательно! Вообще, дело в том, что прошло ведь 33 года, и, конечно, я вот так вот точно не помню отношения артистов непосредственно к форме любви, но думаю, что это отношение было скорее ироничное. То есть, в общем-то, не очень серьезное как бы. Понимаете? То есть я, но я очень хорошо помню, что вот на съемочной площадке создалась какая-то уникальная атмосфера любви. Вот. И вот это вот у меня осталось в памяти. И вот мне кажется, что вот действительно она как-то образовалась без всякой формулы. Вот это меня, так сказать, я на это обратил внимание, и поэтому, знаете, даже у меня такой был, ну, не знаю, это можно каламбур назвать, можно от секса, что я верю в любовь без формулы. Вот так у меня родилось. Вот. А скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, любовь, она, вот это отношение к любви, испытание этого чувства, оно со временем меняется? Можно ли, согласны вы с теми, кто считает, что люди разучились любить? или это просто-напросто брюзжание такое? Ну, в общем-то, я думаю, я думаю, что они в какой-то мере может быть правы, потому что, в общем-то, вот некий такой, как сказать, эгоцентризм такой, вот сейчас вот он немножко вылезает наружу, но я вот тоже думал над этим вопросом, в каком смысле, что вот так назовем такая вот как вам сказать, такая вспышка как бы светской любви, она такая как бы действительно вспышка происходит, да, и потом это гаснет, 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 но вот я заметил, когда серьезные намерения у людей, вот они хотят создать семью там или положено, то есть у них вот, ну, то есть какие-то такие настоящие как бы перспективы, они думают, заботятся там друг о другом, начинают, вот действительно такой есть закон, что более требовательна к себе, чем к другому, то этот союз и вот эта любовь, она как бы сказать, она увеличивается, то есть не то, что она вот вспыхнула и погасла, как бы, ну, может быть даже это через год, через два, через три, но все равно она как бы на угасание идет, а вот то, второе, о чем я говорю, мне кажется, что вот эта любовь как раз она наоборот на увеличение, когда вот люди впоследствии становятся одним целым. Скажите, пожалуйста, вот есть такая точка зрения, что наиболее крепкая семья, это семья, которая базируется на каких-либо религиозных основах, а с вашей точки зрения, может ли существовать долговременная семья в светском мире? ну, в общем, как вам сказать, мы же пережили все-таки советский период нашей жизни, да, и мы видели наших родителей, положим, которые, в общем-то, были нерелигиозные, вот, но мне кажется, что все равно то, что, вот вы говорите, религиозный фактор здесь сыграл большую роль, потому что они видели пример своих родителей, которые были религиозные, и поэтому, они вроде бы были нерелигиозные, но они прожили достаточно долгую жизнь, да, и вот пытались сохранить брак, но все-таки мне кажется, что здесь фундамент был все-таки религиозный. И еще один вопрос, скажите, пожалуйста, как вы думаете, любовь, она стимулирует, любовь счастливая стимулирует творчество или нет? Ну, здесь придется сказать о своем примере, мы женаты 33 года, и мы работаем в дуэте, и дуэт, и работаем в спектакле вместе, вдвоем, вот, и оно не только стимулирует, но и дает вот это вот, как сказать, ну, плоды, вот те, которые, так сказать, у нас вот возникают, то есть мы работаем в театре Вахканду, и сейчас вот и спектакль Матрюнин двор послуженится, но у нас спектакль в театре Апорте, это концерт, такой песенный спектакль, Тихая моя родина, и концерты тоже надоем, и путешествуем, и гастролируем по стране, и не только стране, но и за рубеж. Большое вам спасибо, успехов вам, успехов вам и любви, благодарю вас. Это был Александр Михайлов, тот самый исполнитель главной роли в фильме «Формула любви» режиссера Марка Захарова. Ну и что ж, вот смотрите, какая интересная вещь. Для одних успешная любовь, видите, вот это вот сохранение чувства, оно их стимулирует. Получается, что вообще единой какой-то формулы то у нас и нету. Естественно, все люди разные. Все люди разные, и по большому счету то и путь совершенно разный. Одни ищут себе стабильность, вот как очень хорошо Мириам сказал, спокойствие, да, а другим нужны какие-то бурные переживания. Напоследок хотелось бы попросить поставить нам запись, что сказал, сравнил отношение к любви в Китае, в Бразилии, синулок, сотрудник Китайской торговой промышленной палаты Михаил Рыжаков, который находится сейчас в Бразилии в командировке. Вот он как раз постарался коротко сравнить отношение к любви, к этому феномену любви в этих двух огромных странах, которые находятся на разных краях земного шара. Что такое любовь по-китайски? Любовь по-китайски, она немножко отличается от нашей любви, она, может быть, немного менее романтичная. В Китае как бы со времен конфуцианства и буддизма чувства всегда считали, что это не самая важная вещь. И немножко как долг тоже к родителям, к жене, к брату, к сыну и так далее. Это не романтическая любовь. Современное поколение китайцев, они сохраняют старое восприятие любви, либо уже какое-то идет восприятие новых тенденций? Ну, Китай, разумеется, тоже развивается и вливается в современный мир. И в Китае присутствует два восприятия. И, может быть, хотя современное восприятие и они принимают, в любом случае старое свое традиционное восприятие любви у них очень сильно остается. А вот я знаю, что сейчас вы в своей служебной командировке в сердце Бразилии на Бразильском Нагоре. А вот как в Бразилии с любовью обстоит дело? В Бразилии с любовью абсолютно наоборот. В Бразилии любовь, если мы возьмем слово любовь, тогда есть слово пащон. Пащон это как бы страсть. Это слово, которое гораздо более используется в Бразилии, чем любовь. И любовь такая более горячая, это только чувства. Это не какие-то такие теоретические восприятия, это реальные чувства. Ну вот, уже существует даже там в одном Китае два варианта любви. Я так думаю, что в принципе мы тоже можем внести определенную копилку, то у нас тоже есть своеобразные отношения к этому чувству. И по большому счету эти все разнообразные варианты, они наверное каким-то образом способствуют вообще многообразию нашего существования. Тадаш, как вы думаете, какое у вас в итоге отношение к любви сформировалось после двух часов беседы? Что самое интересное? Прекрасно. Я, во-первых, очень много узнала. Обязательно это использую при случае. Но мне кажется, самое прекрасное в том, что если у любви есть формула, то она очень и очень сложная. И что туда входит очень много разных компонентов. Что любовь, она очень разнообразная сама по себе, что есть разные этапы, и что эти этапы можно пройти в разном возрасте. То есть то, что ты не успел в 20 лет, ты можешь пройти в 40, в 60 и так далее. Мне, например, сейчас очень комфортно то чувство, которое я испытываю любви к своему мужу. Мне комфортно с ним молчать, мне комфортно с ним готовить, мне комфортно гулять, мне комфортно ехать рядом в машине, знать, что он слушает, слушать одну и ту же музыку, прекрасно понимать, что он при этом чувствует и что он там, скажем, может подумать дальше и так далее. То есть вот в этом, во всем многообразии, если любовь это химия, пускай она будет химия, но ей должны заниматься небезразличные люди, как мне кажется. Мириан. Согласна, я думаю, что формула любви она столь же уникальна, как уникальный ДНК каждого из нас. И если случается в жизни счастье, встретить человека со схожим ДНК происходит это, ну вот оно, счастье есть. И да, комфортно, спокойно, по-моему, ключевые слова на определенном жизненном этапе. Но нам уже немножечко не по 17, когда было важно. Вау! Сейчас есть что-то более ценное, но в каждом периоде жизни любовь прекрасна по-своему, по-другому, но прекрасна. И главное, чтобы она была. Владислава. Вы знаете, я думаю, что все-таки любовь – это такое интеллектуальное переживание. Если мы хотим действительно, чтобы оно было полным, и чтобы оно было многогранным, и чтобы оно было нескучным, и чтобы оно, вот правильно, Дмитрий все переживает, что через 4 года все разбегают, чтобы не разбегались, все-таки это такое вот интеллектуальное, эстетическое, нравственное какое-то переживание, которое помимо хромосом и химии и так далее, должно тоже присутствовать. Вот тогда это, наверное, будет интересно, это будет интересно переживать, это будет более долгосрочно, потому что много будет о чем подумать, что перечитать, что пересмотреть, что, ну, в общем, вот это вот так, надо к этому относиться, наверное, более так глобально. То есть, такой широкий подход. Да, да, да. Ну, и, наконец, наука, Дмитрий, ну, как бы, и про ящера. Да, не, на самом деле, мне кажется, в принципе, в ходе программы были освещены все важные аспекты для того, чтобы отношение было долговременное, начиная от биологической совместимости, оценки друг друга по запаху в первый момент встречи, кончая интеллектуальной совместимостью, чтобы партнеры были сопоставимы, например, по чувству юмора и по примерным знаниям, или психологической совместимости, и, безусловно, очень важную вещь сказала моя коллега насчет того, что, безусловно, нельзя это оставлять на самотек и думать, что оно все само рассосется. Над любыми отношениями нужно работать. И вы должны, конечно, безусловно, возможно, там, через 10 лет я буду иметь недругой мнение по многим вопросам, исходя из собственного опыта, но это не отменяет факторы работы над отношениями. Мне кажется, что ведь вопрос не стоит еще, чтобы всех людей, что называется, загнать железной рукой в счастье. Но, по большому счету, у человека должна быть возможность. Если он хочет, допустим, иметь семью, и жить таким путем, у него должна быть такая возможность. И вот, мне кажется, очень хорошо отмечали наши тоже спикеры о том, что, по большому счету, на этом надо уметь. В общем-то, есть приемы, которые должны, которыми, в общем-то, можно научить. Вот здесь хочется сказать очень важную вещь. В принципе, все, что нас отличает от животных, это то, что у нас есть разум. Если мы его не используем, это как-то, значит, мы слишком безжалостно такой дар спускаем. Я хотела еще сказать, что, например, брак, вот мы говорили про молодых людей, которые вот не готовы и так далее. На самом деле, брак это, наверное, то, что очень быстро может убить любовь, на самом деле. Потому что, ну, потому что это бытовые всякие проблемы. Это какие-то дети, там, пеленки или там тещи, чего-то там. То, что люди в романтических ситуациях могут и совершенно с этим не соприкасаться. Они пришли домой, там, мама все сготовила, погладила. Вот, поэтому тут нужно, наверное, если мы про молодежь говорим, что как раз-таки я, с одной стороны, так как у меня взрослая дочка, я не тороплю ее, но, с другой стороны, она должна понимать, куда она потом вступит и что там не так все сладко и нерадужно. Но надо вот этот баланс как-то вот уметь соблюсти. Потому что, я говорю еще раз, брат, это то, что очень легко может все вот так вот снять. Если бы на нашем офисе был бы психотерапевт, он бы нам тоже много чего рассказывал. Я бы позволила себе оппонировать, как девушка, вышедшая замуж в 17 лет. Нет, у вас все видно. Естественно, есть счастливые, как говорится, знаете, все, как там были, счастливые одинаково, они счастливые по-разному. Нет, если мы вспомним еще произведение, потому что я, все, естественно, такой человек в литературе. Если мы вспомним Маркеса, например, «Любовь во время чумы». Помните, когда он ждал свою женщину, там ей было 60 с чем-то лет, и вот эта любовь сохранилась, когда я всегда читаю эту книжку, только благодаря тому, что у них были разные семьи, и вот он ждал ее как некую романтическую такую Джульетту, и сохранил эти чувства, на мой взгляд, только благодаря тому, что они совершенно не соприкасались никак вот в такой частной бытовой жизни. Получается, что самое интересное во всей этой истории с любовью о том, что каждый может проиграть и может пройти свой какой-то свой совершенно оригинальный путь, вот, и вопрос в том, что мой, собственно, как вы помните, замечательно в песне Синатра про «My way, my point», его не передашь никому, его нельзя взять, и что называется, из одной точки и пересадить другому. Даже родители не могут это передать детям. То, что сработает для вас, не сработает для меня. Абсолютно, да. Именно поэтому нету... Даже среда другая. Именно поэтому нету срока любви, рекомендованного срока брака, не может быть, потому что нет рекомендованного срока любви. Она может случиться в 16, может случиться в 46. И когда она случится, тогда и счастье. Но это не повод не исследовать общей тенденции. Я уже говорила. На этой оптимистической ночи, которую можно назвать гимном разнообразия, гимном разной любви, и хотелось бы подвести, так скажем, прийти к финалу нашего сегодняшнего круглого стола, посвященного теме любви. Я еще раз напомню, что мы проводили его совместно с новой газетой «Балтия». У нас сегодня в гостях был руководитель пиар-агентства Владислава Галкина, израильская писательница Мириан Залманович, физико-химик Дмитрий Бочаров и главный редактор службы новостей «Микс-медиагрупп» Наталья Михайлова. Вел программу Константин Рангс и промогал мне Родион Золотарев. Всего вам доброго и будьте счастливы!